Один из самых успешных детских проектов по поддержке чтения Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» начал сезон. О том, как в очередной раз прошло подобное мероприятие в нашем районе, нам рассказала заведующая метод-кабинетом Сусанна Мамхегова. Сегодня у нас проходит муниципальный районный тур Всероссийского конкурса «Юных чтецов «Живая классика». Конкурс проводится уже в пятый раз. С 2013 года он получил статус международного. В конкурсе у нас сегодня участвует 37 конкурсантов из всех 13 общообразовательных учреждений района. У нас есть положительный опыт участия в этом конкурсе даже на всероссийском уровне. В 2012 году учащаяся на Требовской школе Стариченко Мария принимала участие во всероссийском этапе этого конкурса. А в 2014 году в Санкт-Петербурге учащийся в Хачунзейской школе номер 4 Беслан-Сиюхов попал в двадцатку финалистов конкурса. Цели конкурса – это привлечение детей в библиотеки, выявление и поддержка развития одаренных талантливых детей, а также возрождение традиций семейного чтения. Я надеюсь, что и в этом году ребята из нашего района смогут достойно представить республику. Учащиеся средних и старших классов всех школ района продемонстрировали свое умение с правильной дикцией прочитать отрывок из произведений, не входящих в школьную программу. Вот он и золотой. Тот взял золотой и, не рассматривая его, забросил бреху. Сын же не обратил никакого внимания на такой странный поступок отца. На другой год отец отдал сына в работники к другому хозяину. И тоже за один золотой год. Второй хозяин, как и первый, не принуждал работников к труду. Кормил и одевал хорошо. А когда прошел год, он отдал ему золотой и отпустил его. Пришел сын как сын и отдал ему золотой. Отец взял золотой, забросил его вверх. Сын по-прежнему не придал никакого понятия поступку отца. На третий год отец отдал сына в работнике к небогатому кабардинцу. Не назначая за работу никакой платы. Хозяин с первого же дня заставил работника работать до полного изнеможения. И только вечером, по окончанию работы, накормил его. Тяжел бы оказался линдяю труд. Он обливался потом и часто до того обвесиливал, что в изнеможении падал на землю. А хозяин ему отдыха не давал, называя его дармоедом. Модельник у меня с гурький нос. Съел он на скрему, цоп, другое. Я аж крякну и молчу. Я говорю, не про ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? А она нет, говорит. И берет третье. Я говорю, натощак немного ли? Может выточнить. Она нет, говорит. Мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. А она испужалась, открыла рот, а вортик в зуб листей. Положила она назад, а я говорю хозяину. Сколько с нас заскушены три пирожных? А хозяин держится индивидуально, в банку валяет. С вас, говорит, заскушены четыре штуки, столько. Как, говорю, за четыре, когда четвертое в блюде находится? Нет, отвечает. Хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте. Это ваши глупые фантазии. Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в открытые щели в земле. И все попадали тут же на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала нараставший, точно расширявшийся к низу виск падающей головы. И в то же мгновение резкий удар страшной силы, как разряд молнии, разразился, казалось, не только над пулей, а в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и на спину посыпала земля. Уля слышал рех моторов в небе, и снова этот виск, но уже более дальний. И все лежало так, лежавшийся в земле. Она не помнила, когда встала, и что подсказала ей, что надо и можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший ее. И из самой глубины ее души вырвался страстный звериный бопль. Не было перед ней ни машины шахты номер один весь, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки. Их не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла машина, изъела круглая воронка развороченной, черной, опаленной земли. А вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины. Изуродованные трупы детей. А в нескольких шагах от улей швился странный. В красном платке обрубок, вываленной в земле. В этом обрубке она признала верхнюю часть столбища воспитательницы из детского дома. А нижние дни счастья с этими рисиновыми подами, одетыми прямо на чулок, не было нигде. Ее вообще уже не было. Мальчик, лет восьми, с натугой пригибая к земле голубок, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть. Крутился на месте, притоковая ножкой, и визжал. Не помня себя, Оля кинулась к мальчику, хотела обнять его. Но мальчик с ужасом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его голову и увидела, что лицо мальчика сдулось волдырем отеком, и вывороченные белые глаза вылезли из орбиты. Пуля опустилась на землю и зарыдала. Все бежало вокруг, но Оля уже ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Оля Кашевы оказался возле нее. Он что-то говорил, и своей большой рукой гладил ее по волосам, и, кажется, пытался поднять ее. А она все рыдала, закрыв лицо руками. Звуки пушечной стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулеметов доносились до слуха ее. Но все это было ей уже безразлично. И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, звучным голосом произнес «Немц». И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоявших возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках. Не было только Вани Земнукова и Валькова. Все эти люди со странным брожением напряженно смотрели в одну сторону. И Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая степь под раскаленным небом в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки. Конкурс «Живая классика» хорош не только тем, что ребята читают отрывки из русских и зарубежных проз, но и тем, что дает возможность раскрывать свой талант и прикоснуться к настоящему искусству. Так не вздохнула, так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие горло слезы, но это не помогло. Она нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром постуший рожок. И в ответ ему сотнями голосов чуть вздрогнув откликается струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревья, встревала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Да, и почувствовала пару воздуха, исходившей от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес, ее родина, песни рожков, шум ее моря. Стеклянные корабли пенили воду, ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвой лесных колокольчиков, свист птиц, кувыргавшихся в воздухе, булками детей, песни у девушки. В ее окно любимый бросил на рассвете горст песку. Да, и слышала эту песню у себя в горах. Так значит, это был он, тот седой человек, что помог ей донести до дому картину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант. И она его укоряла, что он не умеет быстро работать. — Я не знаю, — ответила бы Дамья, — за то, что вы меня не забыли, за вашу щедрость, за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек. Дамья шла по пустынным улицам. Она не замечала, что вслед за ней шел вниз посланный магнель. Он покачивался, как пьяный, и что-то горботал о чуде, случившемся в охранникой жизни. Дамья, все мрак ночи еще лежал над городом, но в окнах сладо позолотой уже занимался себе мирный рассвет. Дамья вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска. Дамья сжала руки и застонала от неясного ей самой, но охватившего все ее существо, чувство красоты этого мира. — Сложная жизнь, — тихо сказала Дамья. «Я люблю тебя!» Она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Мирс, стоявший полотой, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дамья. Теперь он знал, что ее жизни не пройдет даром. Конечно, потерять в его уже трамвайный труд, особенно если сбоку подожмут, да сзади какой-нибудь шарик на заднюю кухню. О, поменеет галоши. Галошу потерять прям пустяки. С меня галошу сняли в ваш счет. Он сказал, «Ах, ты не успел!» В трамвай пришел, обе галоши стояли на месте. А вышел, лежу. Одна галоша здесь на месте, а другую нет. Сапог здесь, и носок держу здесь, и подштаники на месте. А галоши нет. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную галошу, завернул газету и пошел. После работы, думаю, пущусь в розыск. Не пропадать же товар, денег я раскопаю. После работы, пошел искать. Первое дело, обратился к одному знакомому благонавожателю. Тот прям вон как меня обманетел. Покажи, говорит, спасибо, что трамвай потерял. В другом общественном месте не ручаешь. А в трамвай потерять святое дело. Тогда у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и говори, святое дело. Ну, говорю, спасибо, прям гора сплечь. Главное, галоши, почти что многие, всего третий сезон нашли. На другой день иду в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, галоши запутить обратно? Можно, говорят, какая галоши? Галоши, говорю, обыкновенная какая. Размер двенадцатый номер. У нас, говорят, двенадцатого номера может быть двенадцать тысяч. Расскажи, пример. Приметы, говорю, обыкновенные какие. Заметки, конечно, обтрепан. Смотри, в парке нет. На сей уже. У нас, говорят, каких дворж? Могут быть больше тысяч. Нет специальных признаков? Специальные признаки, говорю, имеются. Носок, вроде, иначе-то оторван, едет, держится. И кабука почти что нет. Сносимся кабука. А пока еще ничего, говорю. Пока что удержаемся. Посиди, говорят, сейчас посмотрите. Друг выносит мою галошу. То есть ужасно обрадовался. Прямо убедился. Спасибо, говорю, братцы. Давайте ее сюда. Сейчас на неделю. Благодарю вас. Нету-с, говорят. Мы, говорят, не знаем. Может, это и не вы потеряли. Да я же, говорю, потерял. Мы, говорят, честное слово. Они, говорят, верим и вполне сочувствуем. Но отдать не можем. И очень приятно, что это вы потеряли именно эту галошу. Пусть они в домоправлении заверят этот факт. И тогда, без излишней галактики, мы выдадим тебе то, что законно потерял. Я говорю, братцы, говорю, святые товарищи, да в доме и не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумагой. Они говорят, дадут. Это их дело дать. На что оно посуществует? Так я делаю, а сейчас беру лошу и вышел. На другой день пошел к издать в наш дом. Говорю ему, давай бумагу, да лошу не дадут. Он говорит, а верно, потерял или закручиваешь. Может, отшлили защитить, что их потребно. Ей-богу, говорю, потерял. Он говорит, конечно, но сало я не могу положиться. Вот если бы ты не удостоверение достал с романного парка, то ты действительно клошу потерял. Тогда я тебе выдал бумагу, а так не могу. Я говорю, так я же тебя к вам посылаю. Он говорит, ну тогда пиши мне заявление. Я говорю, а что это написать? Он говорит, пиши. С его часа пропал галошу. Даю текст, расписку, он и выйдет в реку в ясни. Я писал заявление. На другой день, клоу, не удостоверение, конечно. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокитов выдают мою галошу. Только когда я надел галошу маму, почешу полное умиление. Одно, на самом деле, за эту неделю, во время хороста, первую галошу потерял. Главное, что не в трамвай. Это гиблая девушка не в трамвай. Ну где ее искать? Но это другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. В другой раз станет скучно, что глянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Сохранил это по вашему памятнику. Пусть я потомки не буду. По итогам конкурса выявили победители. Среди 5-6 классов ученик Ходзинской школы, среди 7-8 классов ученица 7 класса Хачемзийской школы, среди 9-10 классов ученица 10 класса Натырбовской школы, также были награждены поощрительными призами ряд конкурсантов. Победители будут представлять нашу республику на региональном уровне. Пожелаем удачи нашим ребятам.